Добрый день слушатели канала Сангейтс. Сегодня я хочу приоткрыть завесу и дать прогностику для каждого из 12 месяцев на предстоящий 2023 год. Начнем рассматривать так называемые уроки, которые каждому родившемуся в определенном месяце года придется предстоит пройти в 2023 году. И мы сейчас уже будем понимать, как бы подготовимся для того, чтобы эффективно решить эти уроки и в конце года правильно на большую оценочку, на высокую оценочку, на пятерочку сдать экзамен. Итак, для людей, родившихся в январе. Общая характеристика года. 2023 год для вас. Это год, который снова и снова будет предлагать вам ситуации, в которых нужно будет повторять «Я есть», «Я хочу», «Я могу» и, конечно, идти вперед. Энергия мага. Архетип мага очень легко загорается идеями, но порой ему сложно доводить начатое до конца. И в этом ему поможет именно колесница, архетип 2023 года для всех, который даст энергию на необходимый прорыв. Для вас очень важно не дать себе отвлечься, потому что мага увлекает все вокруг, все, что происходит. Сила вашего намерения откроет множество путей к реализации. Особенности 2023 года для вас. Энергия справедливости весь год будет подводить вас к внутренним вопросам, связанным с балансом между тем, что вы думаете, что вы делаете и чего вы на самом деле хотите. Самые чудесные события станут возможны для вас в 2023 году лишь в том случае, если баланс между тем, что делаю, думаю, на самом деле этого хочу. Вот этот баланс будет соблюден. Гармония и равновесие ваши лучшие помощники. Рекомендации. Изучайте закон причинно-следственных связей, отвечая на внутренний вопрос. Почему со мной произошло, ну или наоборот не произошло, то или иное событие. Сохраняйте из себя свой эмоциональный баланс и показывайте близким только истинное чувство и желание. Не боритесь со справедливостью через нормы закона, а учитесь доверять. Новый год – новая страница жизни, как мы знаем, и дарите окружающим людям только то, что вы бы хотели, чтобы вам вернулось. Наслаждайтесь каждым мгновением жизни, будьтесь любимыми, окружайте себя и своим близким теплом и заботой, согревайте их своей любовью, и они в ответ согреют вас. Февральские. Для людей, рожденных в феврале, с архитима – жрицы. Ну мы знаем, жрицы – это первое, что приходит в голову, да, это главная характеристика, это энергия, это интуиция, это тайное знание. Так вот здесь, для людей, которые родились в феврале, архитип на весь год идет с энергией отшельника, с архитипом отшельника. И ситуация или история года будет такова в области уроков. Интуитивная жрица примет решение пройти к своим целям, а для обретения ясности в своих делах использует мудрость отшельника. Поэтому прекрасный год для обучения всему новому. Вы, как никто, знаете, что в человеческом мире истина всегда преломляется через фильтр внутреннего восприятия каждого из нас. Поэтому в следующем году для вас очень важно будет не то, что вы делаете, куда движетесь, а то, как вы это делаете. Доверяете ли вы себе, своей мудрости, своей интуиции, знаете ли в лицо свои страхи и готовы ли расстаться с ними. Колесница включит энергию движения и покажет вам направление. Вас будут радовать только те результаты, которые для вас будут иметь духовный смысл. Особенности следующего года для вас надо будет помнить две действия надшельника. Для получения результата необходимо определенное количество времени. Изменение заложенного количества времени приведет к изменению результата. Поэтому для вас очень важно идти к своей цели равномерно, не стешить, но и не затягивать. Верьте себе, помните о времени и все получится. Для получения результата необходимо определенное последовательное событие. И, как я уже сказала, нарушение ведет к другому результату. Поэтому спрашивайте себя, что вы хотите на самом деле. Вы получите таким образом ответы на самые сокровенные вопросы, обретете мудрость, лучшее понимание себя. И помните о времени. Не спешите, но и не растягивайте. И идите к своим целям. И все у вас обязательно получится. Но рекомендации. Учитесь сами, передавайте свои знания людям. Знакомьтесь, общайтесь. Строите отношения без опасения, потеряйте себя. Верьте людям и обращайтесь за поддержкой. Не бойтесь этого делать. Чаще обращайтесь к своим прошлым ошибкам, их причинам. И вы именно в них, в этих ошибках, найдете нужные для себя подсказки. Новый год – это время для чуда, для волшебства, зимней сказки, новых начинаний. Желаю не только мечтать в новом году, но и медленно, уверенно идти в направлении своих открытий, вести за собой, за большими победами. И пусть в этой дороге, дороге индивидуально по отшельнику, вас сопровождают удача, тепло самых близких людей. День рожденных в марте с архетипом императрица, великая мать. И здесь мы видим энергию для следующего года в области уроков. Это колесо фортуны, десяточка. И общая характеристика года такова. Это год активной реализации идей и замыслов, которые вы вынашивали ранее. Год расширения собственных горизонтов. Год инициативы, которую придется проявить для достижения задуманного. Все, о чем вы мечтали, переходит в период своего рассвета. Особенности этого года для вас, ну, что такое фортуна, удача, мы знаем, синонимы. И эта удача, она порой, грубо говоря, ломает асфальт. Она просто, если цветочек оказался внутри, он прорастет или деревце какое-то маленькое, да, и станет роскошным, красивым растением, большим будет все любоваться. Поэтому прекрасный год для реализации любых планов. Идите и делайте. Любые ваши начинания обречены на успех. А вот размер успеха Вселенная рассчитает, исходя из ваших личных заслуг. Все ваши хорошие дела будут суммированы и оценены. Это кармическая энергия. На протяжении всего года необходимо помнить, что если с вами не произошло какое-то событие, которое вам кажется неблагоприятным или каким-то, может быть, неблагодарным, да, вот, относительно ваших усилий, то это значит, что, ну, просто понимание должно быть, да, что вас отвели от чего-то более плохого. Фортуна будет проявляться во всем, ну, то есть в каждом штрихе буквально. Поэтому вы получаете шанс в следующем году, и, возможно, именно этот шанс вы ждали долго. Поэтому не упустите его, проявляйте благодарность, щедрость, вот эту гисетину, да, что называется, которая считается всегда должна, ну, при любых поступлениях финансовых, например, подарочек какие-то, да, на Вселенной отдает, то мы, ну, обязаны, считается, отдавать лица со Вселенной. Вселенная уж найдет кому передать, да, эти наши дары тоже. И если мы так делаем, то Вселенная кратно увеличивает наши дары. Рекомендации. Доверяйте Богу и высшим силам. Делайте выбор интуитивно. Благодарно принимайте все, что вам предлагает Сосум в том числе. Учите жить в потоке. Десяточка колеса фортуны – это поточная энергия, да, бесконечного движения колеса жизни. Также видеть знаки ангелов. Будьте чедры на волне успеха. И для того, чтобы год подарил много поводов для радости и счастливых моментов, надо ловить момент, как раз-таки, да, ловить волну, что называется. Пусть сбудутся заветные желания. Пусть во всех делах вам сопутствует та самая удача. Колесо фортуны, да, синоним. Удача, везение. Оставляйте все невзгоды какие-то позади то, что было. Выписывайте их. И в новогоднюю ночь поверьте в чудо. Ведь когда мы что-то делаем, во что-то верим, оно обязательно сбывается. Но тут соединяем эмоции и желаемое, и отслеживаем, да, они должны совпадать. Если люди родились в апреле, это у нас архетип императора. И год будет звучать по архетипу, ну, 2023 год. По архетипу, когда мы видим, что 11 аркан сила дает нам, ну, такие, знаете, уроки, когда есть и преграды, и препятствия, а мы должны их преодолеть. Ну, иначе для чего силы столько дается? Ее уже надо применить куда-то. Таким образом, год будет напрямую зависеть от наших жизненных целей и намерений. Исполнится все. Захотите стабильности и благополучия? Будут и то, и другое. Захотите прорывов и достижений? Тоже будут. Вы получите ресурс на любые достижения. Главное – желание. Особенности года для вас – это год реализации ваших идей, планов. И самый главный вопрос – а чего вы хотите? И этот вопрос мы себе задаем уже сейчас. Мы его будем задавать себе в ночь с 31 на 1, да. Но это уже будет так дублированный вопрос, да, чтобы подтвердить, что да-да-да, курс выбран или вектор выбран правильно. Внимательно следите за своими мыслями и чувствами. И если в вашей жизни что-то вам не нравится, постарайтесь найти причину происходящего и расстаться с этим обстоятельством, с причиной или с условиями, которые вызвали. Ну, рекомендации. Не добивайтесь желаемого силой. Смирите свою агрессию, потому что сила в невежестве, да, это всегда такая довольно стихийная энергия, когда погромить все это на раз-два. То, что надо просто понимать, что то, что положено, вам дадут. А все пустое прямо отпускайте. Произвайте добродетели как основу внутренней силы. И внутренняя мораль максимально важна для вас в следующем году. Созидайте благодаря качеству, а не количеству. Спокойно уступайте в спорах и конфликтах. Сила на вашей стороне. Ну, силе вообще не надо ничего доказывать, так по-хорошему, да. Человек с силой, если в портрете сила есть, он заходит, и по нему видно, что там внутренний потенциал такой, что, ну, все без слов понятно. Ну, что в новом году? Принято строить планы, ставить цели. Поэтому в свой список внесите три обязательных пункта. Сохранить все то хорошее, что есть, получить то, о чем мечтается, и вычеркнуть то, что приносит печать и грусть. Дальше идем. И люди, рожденные в мае, имеют архетип Иерафанта. И в следующем году уроки года идут по энергии, по архетипу повешенной. Общая характеристика года – это, ну, важный также год для всех, естественно. Год проживания, собственно, духовного опыта, который научит терять мало, чтобы получить больше. Особенности года для вас. В каждом деле события есть и будет. Иерархия ваших ценностей. То есть вот событие произошло, и мы через произошедшие события смотрим, что ценного. То есть вот вообще аркан очень психологичный. То есть надо смотреть на любое событие, происходящее с другой стороны, с необычной, с непривычной стороны. И если базовая ценность ваша – комфорт, вы будете жить в комфорте. Если ваша базовая ценность – покой, то, соответственно, вы будете жить в покое. Ну, возможно, саботируя себя, чтобы не начать что-то делать, новое или непривычное для вас. Уже с начала года для вас максимально важно будет оценить собственные возможности для исполнения ваших желаний. «Смогу, не смогу. А если смогу, то ценно ли это для меня будет?» Так повешенный любит немножко позависать все время, находясь в раздумьях. Если задуманное ценно и важно, не растеряйте свою потенциальную энергию, не отвлекайтесь от задуманного, не погружайтесь в бытовые дела, не тратьте время и энергию на ненужные для вас события пустых людей. Искушений будет множество. А ваша задача – идти вперед к мечте, и все у вас обязательно получится. Но рекомендации вам нельзя жаловаться на мир. И помните, необходимо о собственной ответственности, что вы не жертва ситуации, да? А здесь вот мы говорили уже, треугольник картмана, да? И научитесь говорить «нет», особенно близкому кругу. Сложно повешенному научиться «нет». Вот энергия будет затягивать, будут просить. Вам будет сложно отказать, но это урок года, когда вы видите, что для вас это нересурсно, вы должны себя структурировать и сказать «нет». Берите достойную оплату за свой труд. Выравнивайте самооценку. Каждый день делайте что-нибудь для себя. Не забывайте о похвале. Научитесь отпускать ситуации людей, которые в вашей жизни себя изжили. И идите навстречу новому. Ищите свой путь, служение, и служение такого большого, да, в глобальном смысле людям. Пусть светлый новогодний праздник пойдет в вашу жизнь, принятия с собой достаток, тепло, семейного очага, здоровье, приятные сюрпризы, радостные встречи, улыбки. Желаю ежедневно находить повод для этой самой улыбки, всегда чувствовать себя влюбленным в жизнь, мир, замечать эту красоту. Те, кто рисует, создать эпохальные шедевры, да, потому что это энергия и эзотериков, и людей искусства, и тех, кто видит мир, как я уже сказала, с другого ракурса, в каких-то новых красках, да, вот он сквозь пространство отшельник всегда смотрит, всегда глубже, в глубину смотрит. Ну, далее идем. Теперь у нас июнь. И архетип июня – это влюбленные, влюбленные, но архетип уроков следующего года будет идти под 13-м арканом, ну, мы говорим, трансформация, да. И общая характеристика года, вот давайте вспомним сказку такую о живой и мертвой воде. Почитать, наверное, или перечитать, кто читал, или почитать, кто не читал, ну, важно, потому что вот тематика будет такая. И, ну, если начало, совсем вспомнить, да, начинается так, что жил-был человек, звали его Иван, жилось худо Иванов, ни радости не было, ни счастья, лишь была работа на купца богатого, да, на царя далеко сидящего. И задумал Иван, эх, была не была, что толку в жизни, коли счастья не видать. А заканчивается сказочка так. И стали они жить с царевной, выпиваючи, мед, пиво пить, пятишек строгать до жизни радоваться. А 2023 год обязательно приготовит для вас хэппи-энд, как вышеуказаны сказки. Если вы останетесь в начале истории, тогда будет несколько по-другому, а вот если вы не останетесь в начале истории, а вы дойдете, вы прочитаете всю сказку до конца, вы поймете глубокие философские смыслы этой сказки, то вы увидите лучшие проявления. Поэтому мы всегда спрашиваем, почему вот эти уроки попались в нашей жизни, почему нас ситуация подталкивает к тому, чтобы мы все изменили в своей жизни довольно кардинально. Ну, видимо, потому что уже по-старому старое уже отжило. Старое уже это прошлый век, как прошлое время и прошлое обстоятельства. А нам нужна перспектива. Поэтому уже с 1 января эти вопросы себе задаем. И особенности года следующего для вас, это цели будут достигнуты, но способ достижения, он будет напрямую связан с процессом вашей личной трансформации. Поэтому, как рекомендация, все перемены следующего года принимайте как должное. С легкостью отпускайте старое. Доводите дела до завершения. Принимайте ответственность за свои слова. Для вас важно быть радостным, оптимистичным, не конфликтовать. Желаю в грядущем году быть в окружении исключительно положительных, доброжелательных людей. Переживать только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость у тебя, окружающим. И следить за своим здоровьем. Это обязательно в уроках. И когда мы сами инициируем перемены, когда у нас в уроках перемены, о которых мы говорим, то нам вселенная говорит, о, очень хорошо, что человек увидел, что это надо делать. Когда мы этого не хотим видеть, или не хотим выходить из зоны комфорта, тогда трансформировать вселенную будет уже сама. Но она может, чтобы мы так хорошо поняли, это делать более весомо. Поэтому инициируем перемены сами. И пусть этот Новый год станет для вас интересным, запоминающимся, максимально позитивным, особенным. Июль. Для людей, родившихся в июле, с архетипом колесницы, получается, что следующий год в уроках будет иметь энергию архетипа 14-го аркана «Умеленность». Ну, общая характеристика года при прочтении аркана, скажем, «Колесница», можно было бы дать такие рекомендации, что будьте аккуратны на поворотах, будьте внимательны, чтобы вас куда-то не занесло. Ну, мы видим, что необычный урок по 14-му для людей, рожденных в июле, потому что он совпадает с архетипом года в целом. Вот на общую колесницу года накладывается колесница уроков, то есть скорости в два раза больше. А лошадей, которые надо удержать условно в колесницу запряженных, в два раза больше. И каким же надо быть умелым ездоком, чтобы справиться со всеми этими обстоятельствами. Поэтому эта умеренность, она будет настолько находиться на тонкой грани равновесия и скатываться то в одну, то в другую сторону. Поэтому надо прямо здесь следить за повышенными скоростями. Очень важно внимательно управлять всеми ситуациями, которые происходят в жизни. Нужно быть вдумчивым, осмотрительным, помнить, что вы сами управляете своей жизнью. Поэтому для исполнения желаний, реализации задуманных планов вы получаете в свое распоряжение огромную силе еще, огромную. И сила направленного движения, прям такое ускорение, да, вот буквально какой-то физический процесс. Ну, а утеря контроля, непродуманные цели, спешка, стеклости могут перевернуть колесницу вашей удачи. Поэтому отличным помощником в следующем году для вас станет долгосрочное планирование. Особенности следующего года для вас, даже если вы будете очень спешить, ваш ангел-хранитель всегда будет рядом. Часто в попытках притормозить вас, оградить от зла, от опасности или темных сил каких-то, он может устраивать какие-то естественные ситуации, чтобы вы поняли. Поэтому время для вас будет главным помощником. Оно будет исцелять, помогать, разрешать любые сложные самые ситуации. Если что-то получаться не будет, то вы понимаете, что здесь время на вашей стороне. И у вас есть ресурс для того, чтобы совсем справиться. Ваши цели не только колесница, мы говорили об этом, не только скорости, да, а это цели. То есть цель поставил, нарисовал маршрут человек и там, ну, в навигаторе забил, скажем так, необходимый адрес и движение пошло, да. Рекомендации. Больше работайте со своим творческим каналом. Учитесь умеренности и терпению. Сделайте время своим ресурсам, научитесь планированию, очистите душу и воспоминания от негативных эмоций. Наладьте связь с природой. Больше бывайте у воды. Преодолевайте плохие привычки и зависимости. Ну, также желаю, чтобы Новый год принес не только счастье, но и уверенность в завтрашнем дне, чтобы каждое утро начиналось ощущение радости, удовольствия. Желаем, чтобы любая сфера вашей жизни была полной чашей. Пусть вас переполняет жажда новых свершений, энергии, искренняя радость от жизни, которая сама по себе является бесценным даром. Август. Для людей, рожденных в августе с архетипом справедливости или правосудия, получается, уроки будут идти под энергию 15-го аркана Дьявол. Ну, общая характеристика года для вас, 2023 года, это будет год больших искушений, возможностей и материализаций. Все идеи, все замыслы предыдущих лет получат свой шанс на реализацию. Но Дьявол, мы знаем, и коварен одновременно. Он много дает, но часто еще больше забирает. Поэтому будьте осмотрительны. Если речь идет о собственном бизнесе, то помните, что энергетически вы служите бизнесу, а не бизнес вам. И вложиться придется много энергии, которая, конечно, обязательно окупится во все дела или дела, которым вы занимаетесь. Если речь идет о деньгах, то в следующий год он даст такое желание на то, чтобы желание и направление на то, чтобы вы соблюдали баланс. Стараться не брать и не давать в долг. Выполнять свои обещания. Постараться не брать кредиты. Помните, что Дьявол раскрывается в своем негативном аспекте только тогда, когда вы готовы терять, только чтобы получить то, что нужно. то есть некая внутренняя манипуляция и такая обманная мечта какая-то. Вы понимаете, что вроде по карме так не мое. Пока это все, но соблазнять будут. В этом случае потери могут быть существенными. Минимизируйте риски. Оправданными будут только материальные риски. И проявите свою волю. Будьте хозяином ситуации властвуйте, сфокусируйтесь на вопросах и задачах материального мира, потому что тело это очень материальная энергия. И как рекомендация учитесь принимать теневую сторону своей души, не отвергайте ее, это тоже ваша часть, подсознательная часть. Говорите людям об их недостатках корректно. Вот так надо правду матку резать. Очистите свое пространство от ненужных зависимостей, проработайте агрессию, эгоизм, не манипулируйте людьми, достойно пройдите испытания большими деньгами, не повестившись на нечестные деньги. Ну и, конечно, энергия, я сказала, уже ненужных зависимостей, это в широком понимании. Вот о чем мы говорим, впереди праздники. желаю вам в новом году исключительно глобальных успехов, наполняющих каждый день, чтобы были пройдены неизведанные жизненные маршруты, новых планов и их исполнения, родных, любимых и друзей, чтобы были всегда рядом. Пусть каждый день в новом году приносит только радость. И здоровье, это же главное для достижения всех благ. Ну, здоровье, пьявола. Тут у него столько здоровья, что он может делиться, потому что это такой энергоцелитель, то есть люди могут заняться, если давно было желание, то пойти на обучение энергоцелительству и, собственно, помогать не только себе, но и другим людям. Для людей, рожденных в сентябре, с энергии, с архетипом отшельника, у вас получается уроки года с архетипом башни. 16 аркан. Общая характеристика года. Следующий год для вас это год значительных перемен, год трансформации. Пришло время что-то в своей жизни существенно менять, даже если вы не очень к этому готовы. Это трансформация в плане перестройки. Ну, мы картинку разрушающейся башни помним. Понимайте, что любое изменение, особенно неожиданное, высвобождает огромное количество энергии, которое идет на построение чего-то нового и лучшего для вас. То, что может быть вы пока еще не видите, но оно уже заложено, так сказать, на тонких планах. Не останавливайтесь, идите к своим мечтам, реализовывайте задуманное, разрушайте и стройте заново. И удача обязательно вам улыбнется. Особенности года для вас. Год пройдет тем спокойнее, чем легче вы научитесь отпускать. Помните, что разрушенные башни восстановлению не подлежат. Поэтому есть смысл сделать шаг назад и позволить разрушиться тому, что уже давно должно было разрушиться. Пересмотрите свои взгляды. Ведь молния бьет в самое высокое дерево. Вот там на картинке молния бьет в макушечку башни. Это мысли, это наши неправильные мысли, которые вызвали в итоге неправильные какие-то действия, следствия, причинно-следственная связь это кармическая энергия. Поэтому в 2023 году для вас будет очень полезно строить планы и поэтапно их реализовывать. Рекомендации с благодарностью и пониманием принимайте перемены в жизни, развивайтесь духовно, открывайте духовное знание людям, а башня высокая, она тянется к духовности, к духовным знаниям. Научитесь не сожалеть о руинах старого, соблюдайте духовные законы, аскезы для дальнейшего роста, очень хорошо будут, они как упаи, будут работать как средство коррекции. Пусть в новом году каждый день приносит вам только приятные действия, а плохие оставят за порогом вашего дома. Пусть будет все, материальный достаток, здоровье, счастье, радость, любовь. Желаю, чтобы независимо от погоды за окном ваше душе всегда было солнечно, ярко, тепло. Любите и будьте любимыми, не держите обид в сердце. Октябрь. Люди, рожденные с энергией, с архетипом колеса фортуны, и у вас в качестве уроков в следующем году будет архетип или 17-й аркан, архетип звезда. Общая характеристика года. Очень важный и судьбоносный год. Все даже самые незначительные события могут оставить большой, значительный отпечаток на вашей линии судьбы. Это будет та судьба, которую вы для себя сами создадите. Та судьба, которую вы для себя по-настоящему хотите, более того. Около вашей души объединены семь основных сфер жизни. Состояние мужчины, женщины, личные отношения, карьера, социума, познание нового творчества, финансы. Я, как родитель, ребенок и взрослый, если мы смотрим внутренние свои части, внутренний родитель, внутренний ребенок, внутренний взрослый и мои родители. В каждой из этих сфер в следующем году вам придется найти свое предназначение, выполнить то, что было заложено ангелами при вашем рождении. Особенности года для вас. Будут исцелены все блоки, оставшиеся от предыдущего года. Те, кто изучает портрет, девушки из нашей группы знают, что у нас четвертая позиция есть, которые сконцентрированы все боли, блоки, комплексы, страхи и прочее, то есть кармические программы, которые перешли к нам из прошлого жизненного опыта и которые мы постепенно распаковываем. Так вот эти уроки года, они нам позволяют распаковать еще один слой, мы прям слой за слоем снимаем. Многое, что было дорого, в прошлом начнет возрождаться. Все ваши начинания будут вас радовать, дарить ощущение, что вы на правильном пути, будут помогать ощущать себя на своем месте, вы будете получать удовольствие от того, что делаете. И рекомендации. Старайтесь чаще выходить из собственной тени, показывайтесь людям, посещайте общественные мероприятия, даже если не очень хочется. Верьте себе, своему таланту, своей интуиции, верьте в себя, даже когда окружающие хотят вас убедить в обратном. Желаю, чтобы Новый год принес не только счастье, но и уверенность в завтрашнем дне, чтобы каждое утро начиналось ощущение радости, удовольствия. Желаю, чтобы каждая сфера жизни была полной чашей. Пусть вас переполняет жажда новых свершений, энергии, искренней радости от жизни, которая сама по себе является бесценным даром. И, конечно, огромного концентрированного творчества, потому что 17 энергия звезды, это артистизм, это эзотерические науки, астрология, нумерология и так далее. Поэтому все это будет очень благоприятно. Для людей, рожденных в ноябре с архетипом сила, и мы здесь видим, что у нас следующий год будет идти с уроками 18 аркана Таро, старших арканов или архетип Луны. Общая характеристика года. Для вас 2023 год станет периодом глубинного внутреннего понимания самого себя, своего места в этом мире. Луна не светит, она отражает и преломляет свет. Сможете вы увидеть события и людей вокруг вас ясно? Надо подумать. Сможете ли вы выйти в свой личный внутренний свет? Я как-то на одной из программ показывала картинку, когда девушка идет, и она идет в той побережья, за ней наблюдают так издалека, ей страшновато, и она на картинке беременна, это очень такая материнская энергия. И важно найти эту дорогу, идти к свету, отбросить страхи, и ответы на вопросы, которые каждый человек задает смех, и которые я задала сейчас. Ответы на эти вопросы напрямую зависят от вашей внутренней уверенности. Выйти из депрессии, отбросить все, что внутри так останавливает, какие-то старые паттерны из подсознания выскакивают время от времени на какую-то ситуацию, триггеря мы говорим. и мы должны понимать, что важно посмотреть этому страху в глаза. Важно не прожить без страха, а оценить насколько он реален. Если реален, то нужно оценить, что будет, если пройти через него. А потом нужно идти и делать, даже если страшно, даже если полны сомнений и нерешительности. Все равно делать. И тогда вы перейдете на ваше солнце. Да, подряд тут 18-й, 19-й аркан, если посмотреть последовательность. И событие будет записано в хрониках Акаши. Как галочка. Вы молодцы, у вас все получилось. Особенности года 2023-го для вас. Луна это туман, это морок. Год непростой, да, вот из-за этого, да. Поэтому многие люди события могут тянуть в сложные, запутанные ситуации, но вы справитесь. Источник силы находится внутри вас. Это умение определять цели, разрабатывать стратегии для их достижения. Рекомендации. Перестань не сомневаться в своих возможностях, созидайте положительные, успешные образы в своем воображении. Исцелите страхи на всех уровнях сознания. изучайте науки, влияющие на психическую природу человека. Найдите свой особенный путь мыслителя и созидателя. Пусть наступающий год для вас будет удачным, все сложится как надо. Новым году желаю исполнения задуманных планов, чудесного разрешения сложных ситуаций, желаю любви, здоровья, легкости в жизни, отсутствия проблем. Мы все верим в чудеса, и они нас действительно окружают. просто нужно присмотреться и увидеть чудо. Еще одна эзотерическая энергия, изучать психологию, номерологию, астрологию, кто-то если хочет в эту сторону, очень благоприятно. Поэтому это называется слышать душу, считывать из окружающего пространства информацию. Поэтому все будет хорошо. Удачного начала года, успешного продолжения и окончания, то есть ресурса в новом году. Ну и у нас декабрь на очереди, и люди, рожденные в декабре, имеют архит повешенного, и если мы говорим про уроки, то энергия получается у нас 19-го аркана солнца. Общая характеристика года, это как раз после луны идет солнце, возрождение, счастье, успех, самореализация, доверие людей, исцеление. Солнце это отличное здоровье, удача, все будет сопутствовать вам в 2023 году. Помните, что человек, достигший уровня солнца, имеет огромное влияние на мир, даже если сам не понимает этого. Поэтому это и ответственность тоже. Достичь успеха солнца для вас будет достаточно просто, у вас есть богатый опыт, вы пробовали, ошибались, падали, поднимались, у вас за плечами опыт непростого 2022 года. Делайте, ставьте цели, идите к ним, не бросая, не отвлекаясь, у вас все обязательно получится. И 2023 год для вас это год, когда прекрасно подходит время, это прекрасно подходит для реализации даже самых амбициозных планов. Но они амбициозны для солнышка, потому что это такое в хорошем смысле эго проработанное. Самое главное не перегореть по солнцу и не бросить начатое. Рекомендации. Исцеляйте внутренние чувства вины и агрессии на себя. Научитесь радоваться простым ценностям, позитивно мыслить, найдите социальную реализацию по душе, станьте лидером для других. А это одна из задач солнышка быть лидером вести за собой. Берегите себя, отдыхайте, эмоциональное выгорание вам ни к чему. Пусть энергия солнца в новом 2023 году воплотит ваши идеи с невероятной скоростью колесницы, принесет вам исполнение желаний, осенит творческий путь, пусть ваши близкие продолжают любить, ценить вас. Ну и поскольку мы находимся внутри, еще находимся внутри мощного периода солнцестояния, плюс к этому сегодня вечером на породе оно уже стоит буквально на Волонье и эти два явления усиливают друг друга. И мне хочется рассказать еще о том, что есть сплав лидической нумерологии в Астон и он как раз вот это соединение может помочь разобраться в себе окружающем пространстве возможно изменить свою судьбу. Ну надо сказать что древние знания эти они поражают своей точностью. Игническая нумерология оперирует несколькими главными числами. Число бывшие судьбы экспрессии и дхармы санскриты это следование законам общества предназначения и число имени. Так как каждая цифра связана с определенными энергиями планет то достаточно просто увязать их между собой и мы соединяем таким образом нумерологию в Астон. Ну поскольку у нас тема солнца да мы закончили солнце правда и старую нумерологию но какая разница качество одинаковое так вот допустим человек родился первого числа неважно какого месяца и года единичка это солнце вибрация солнца у нас на востоке значит для того чтобы в человеке реализовался весь потенциал единички нужно чтобы с востока поступала энергия он был открыт там были окна да для каждого человека энергия востока они благотворны потому что там идет троническая энергия и но для единичек именно тех у кого солнце стоит в карте лидической нумерологической это особенно важно и если люди будут жить в домах где открыт восток через окна через вход через балкон или лоджию то у них внешняя прекрасная судьба если же восток закрыт то это будет означать дисбаланс который мы увидим на уровне личности определить в каком состоянии качество солнца у данного человека можно узнав когда он родился еще это тоже интересно потому что мало одного числа скажем который мы характеризуем определенное число надо понимать еще и время рождения хотя бы примерно в нумерологии достаточно примерно вот это день это утро день или ночь да и днем сила солнца велика а ночь наоборот поэтому и качество личности у единиц тоже будут разными в зависимости от степени недостатков и того на каких уровнях они проявлены коррекционные меры могут быть направлены на физическое тело человека или на его дом но это уже опять же упали но уже васту упали коррекции которые мы создаем формируем внутри пространства дома которые нас поддерживают и получается что если число например души число судьбы нам понятно изменить не получается то как они завязаны то так как они завязаны на дате рождения и мы понимаем что выбирая число имени например мы числом имени можем скорректировать самым благоприятным для нас образом наши события в жизни происходящие или добавив нужную букву или немножко изменив или добавив еще имя какое-то к полному ну вот есть практика традиции да вот в Италии в Испании из общей имени состоит из нескольких именов ну то есть по сути мы это тоже как коллекция некая такая личность идет и судьбы ну и еще немножко тоже скажу что у нас ну я уже говорила что 2023 год это с точки зрения геннической нумерологии идет под энергии планеты Кето-Тинбая планеты южный лунный узел и это кармическая планета которая соединяется с энергией прошлой жизни она по характеристикам похожа с энергией Марса Кето такая же горячая как у Марса поэтому астрологии его называют второй Марс и Кето несет энергию непредсказуемости способности что-то отсекать отрезать жизнь иногда ну и как нейтрализовать здесь надо конечно смотреть пространство дома надо обязательно посмотреть северо-восток посмотреть юго-запад и эта ось дома она как раз таки лежит друг на против друга два этих сектора и зона Раху зона Кету это одно пространство по сути и если анализировать то необходимо чтобы на протяжении всего этого пространства было все правильно выберено и когда мы понимаем что у нас все скорректировано то мы можем уже спокойно работать в фиксированной рутине наслаждаться удовольствиями жизни потому что наш дом защищен от атак нарушенного Кету если был Кету нарушен каким-то образом но также Кету отвечает за входную дверь в доме там присутствует его энергия Кету вообще это мастерство это знание скрытое в нашем подсознании семерочка это опыт который мы получили с прошлой жизни который важно использовать здесь и сейчас чтобы понять себя свой потенциал свой талант свое мастерство и ну я уже сказала что каждая раньше говорила повторяю что каждая зона в доме отвечает за определенные сферы жизни направления деятельности и поэтому мы смотрим да где у нас открыты есть вообще правило напомню вас то что есть зона притока зона оттока и общее простое правило казалось бы максимально открывать зоны притока и максимально закрывать зоны оттока то есть приток это у нас северо-запад север северо-восток восток ну 2023 год будет нести энергию вот этих вот двух горячих где-то взрывоопасных непредсказуемых планет Марса и Кету и Марс это небесный главнокомандующий поэтому необходимо будет по-марсиански но уже в гоню благости и будут востребованы да такие качества как смелость способность делать быстрое действие скорость действия мотивация должна должна мотивация сделать первую в том числе Марс дает сконцентрированную энергию которую не всегда просто управлять ее надо направлять в созидающее русло и здесь эта энергия очень перекликается с энергией колесницы старой нумерологии прямо буквально дублируют разными словами немножко с разным расчетом но это об одном и том же вот поэтому на 2023 год еще раз надо научиться управлять своей активностью своими усилиями и все свои вот эти воевые усилия решительность мы направляем на созидание а не на разрушение Марс связан с физическим трудом со спортом он символизирует усилия как мышечные так и воевые поэтому изменить какие-то внешние обстоятельства мы во многом не в силах но мы вот хотя бы внутри дома с помощью коррекции можем гармонизировать пространство своего дома через него получать дополнительную защиту устойчивость и спокойствие ведь предупрежден значит вооружен и значит есть понимание как заранее выстроить линию обороны да в кавычках а не ждать пока обстоятельства каким-то образом нам о себе напомнят поэтому совершаем благие дела по Акету по Марсу делаем упали Марс отвечает за южную зону в доме важно чтобы она была стабильна устойчива надежна не разрушала дефектами жизнь поэтому лучше заранее улучшить эти отношения с Марсом да есть время у нас год еще продолжается несколько дней этого года осталось на 2022 года и вот эти вот австокоррекции южной зоны они помогут ну так же скажу что год который управляет Кету опять же таки будет удачным для целителей астрологов всех вовлеченных в эзотерику и тонкие науки ну я закончила дорогие слушатели центра самгейс поздравляю вас с наступающим 2023 годом годом движения продвижения годом достижения поставленной цели годом колесницы Кету еще раз движение это признак жизни поэтому двигаясь мы получаем энергию необходимую для достижения задуманного и именно нам именно нашей семьи именно по нашим целям это будут быстрые перемены от которых нельзя отвлекаться но помним что колесница она может быть и коварна если мы где-то отпустили поводья где-то нарушили правила поскольку она дает энергию только при условии прямого продвижения от цели к результату и в год колесницы не стоит откладывать начатое ставить перед собой множество целей но не добиваться их реализации поэтому добиваемся прописываем время как раз идет подходящее кто не дописал прописываем цели и все у нас получится будьте счастливы с наступающим Новым годом господием господием